О вступлении в таможенный союз, которого так не хочет Евромайдан, в Москве не говорили. Но оппозиционные лидеры накануне, на вечернем митинге, снова кричали о предательстве национальных интересов. А Виталий Кличко и вовсе почему-то перешел скорее на спортивный язык. Я вызываю Януковича. И хочу сказать, что он мой персональный соперник. Я вызываю его на ринг. Трибуну Верховной Рады оппозиция блокирует уже который день и готова продолжать. Заседание сегодня открылось только на полторы минуты. А коллеги удивляются, это же все-таки парламент, а не боксерский ринг. Лучше всего президента вызывать на интеллектуальные игры, шахматы и так далее, а не на ринг. Это уже паника. Оппозиция голосует не против власти сегодня и не против бюджета. Бюджет это увеличение пенсии на следующий год, стипендий, заработных плат и социальных стандартов. Вот они голосуют против украинского народа. И мы посмотрим реакцию украинского народа на этот раз, если они будут против бюджета. Проект бюджета на будущий год кабинет министров уже одобрил. Депутаты от партии регионов готовы рассмотреть его завтра, если понадобится провести выездное заседание. А вот оппозиция не хочет сокращенной процедуры. Им нужна как минимум неделя. Мы не допустим нарушения процедуры. Страна должна знать, куда идут народные налоги, что будет финансироваться и каким образом принимается закон о государственном бюджете. Мы не допустим того, чтобы процедура была нарушена. И предостерегаем главу парламента и партию регионов от попыток проводить заседание Верховной Рады Украины в подвале и делить народные деньги на колени, как они собираются сделать. Логики, говорят политологи, в этих словах искать нет смысла, потому что оппозиция всегда будет против, чтобы не случилось. Понимаете, они в истерике от того, что, от главного, от того, что они хотели действовать по принципу, когда-то сформулированному украинским национал-коммунистом Хвалявым, подали вид Москвы. Ну вот не вышло, подали вид Москвы. Просто такова наша судьба. Представлять себе, как думали некоторые европейские мыслители о том, что можно разве навсегда еще по дешевке Украину увезти от Москвы, это все было наивной и несерьезной надеждой. Может, поэтому народу на главной площади украинской столицы сильно поубавилось, хотя лидеры просили стоять до конца. Такова уж особенность украинской политической жизни, что 15 миллиардов долларов российской помощи и 30-ти процентная скидка на газ, Для оппозиции очередной повод выдвинуть новые требования властям, например, снизить коммунальные тарифы на те же 30%. Впрочем, другого здесь никто и не ожидал, ведь иначе просто пришлось бы разойтись по домам, а протестующие собираются встречать на Майдане Новый год.